Здравствуйте! С вами Ари Каган, в эфире городские новости Нью-Йорка. Сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, за 14 ноября в госпиталях штата находились 1915 пациентов с диагнозом коронавирус. 3,25% тестов на COVID-19 вернулись в этот день с позитивными результатами. 29 жителей штата Нью-Йорк ушли из жизни 14 ноября из-за коронавируса. Продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Если говорить про категорию населения в возрасте старше 18 лет, то здесь 77,5% получили необходимые прививки. А среди всего населения 67,6%. Среди муниципальных служащих 95% уже прошли полную вакцинацию от коронавируса. Меньше всего получили прививки от COVID-19 представители пожарного департамента, а выше всего сотрудники Департамента социальных услуг. Большой скандал разразился в ряде департаментов в связи с тем, что там были обнаружены фальшивые карточки о вакцинации. В частности, скандал разразился в пожарном департаменте и в департаменте коммунального хозяйства среди уборщиков мусора, которые представляли фиктивные карточки о своей вакцинации и также представляли справки мошеннического характера об исключениях по медицинским показаниям. На пресс-конференции мэр города Билдеблази заявил, «Все виновные в мошенничестве будут наказаны. Наша цель, — сказал он, — стопроцентная вакцинация всех муниципальных служащих до 1 декабря, за исключением охранников тюрем». И он сказал, что это необходимо, потому что муниципальные служащие ежедневно общаются и работают с населением. И они должны быть уверены в том, что и они, и те, кто к ним приходят, обращаются за помощью, они находятся в безопасности. Поэтому, по его мнению, все работники города Нью-Йорка должны обязательно получить необходимые прививки. С сегодняшнего дня власти штата Нью-Йорк больше не принимают заявления в программу экстренной помощи в оплате за аренду жилья Emergency Rental Assistance Program, ИРАП. Деньги на прямые выплаты ландлордам по задолженностям жильцов в этой программе закончились. Чтобы даже оплатить задолженности по тысячам уже поданных заявлений, нужно примерно около миллиарда долларов от федерального правительства. И вот губернатор штата Нью-Йорк Кейти Хокул направила обращение администрации президента США Джозефа Байдена с просьбой о дополнительных ассигнованиях. Как я уже сказал, нужно еще один миллиард долларов от федерального правительства на прямые выплаты ландлордам по задолженностям жильцов. Всего в рамках этой программы было подано более 280 тысяч заявлений. Из них 165 тысяч заявлений были утверждены и выплаты сделаны. Ну а все остальные десятки тысяч заявлений все еще ожидают покрытия из-за нехватки средств. Всего было выплачено ландлордам 2 миллиарда 400 миллионов долларов, что, конечно, очень помогло тем людям, кто потерял работу или финансово пострадал за время коронавирусной эпидемии. Обращение губернатора Хокул к федеральному правительству поддержали также 17 членов Конгресса США от штата Нью-Йорк. С сегодняшнего дня городская избирательная комиссия начинает открывать и считать высланные по почте бюллетени для досрочного голосования. Эпс антибалотс. Почти все политические гонки в Нью-Йорке уже полностью завершились. Остались неподсчитанными только результаты еще в трех гонках в Горсовет Нью-Йорка. 43-й округ Горсовета это район Бэй-Рич и Деккер-Хайтс в Бруклине. Здесь действующий депутат Горсовета демократ Джастин Брэннон пока уступает своему оппоненту республиканцу Брайану Факсу 255 голосов. Но в этой гонке не подсчитано еще более чем 1600 бюллетеней для досрочного голосования. Подавляющее большинство из этих бюллетеней было прислано в Горсберком демократами. В 47-м округе Горсовета Нью-Йорка в Южном Бруклине это районы Сигейт, Конни-Айленд, Ворбос, Бичхевен, Грейвсенд и Бенсенхёрст. Я лидирую в этой гонке с перевесом 518 голосов. И не подсчитано еще 1029 бюллетень для досрочного голосования Эпсен-Чибалтс. Из них около 800 бюллетеней пришли в Горсберком от зарегистрированных демократов. Поэтому я сохраняю оптимизм. И, наконец, в Квинсе бывший сенатор штата Нью-Йорк демократ Тонио Велло пока уступает своей республиканской оппонентке Вики Паладина. Это 19-й округ Горсовета. 1653 голоса он проигрывает пока. Здесь не подсчитано еще около 2000 бюллетеней для досрочного голосования. Вики Паладина, члена республиканской партии, абсолютно уверена, что она выиграла эту гонку, так как разница очень существенная в ее пользу. И ее округ, который включает районы Квинса, Бэйсайд, Колледж Пойнт, Уайтстоун, Литл Мэг и Северный Флашинг, выиграл в этом округе кандидат в мэр города республиканец Кертис Слива. Поэтому Вики Паладина считает, что она в итоге выиграет в этой гонке. И если все это так и произойдет, как сейчас ожидается, то фракция республиканцев увеличится с нынешних трех депутатов до пяти депутатов. В целом, нью-йоркские средства массовой информации отмечают, что сразу несколько этнических и религиозных общин дружно проголосовали за республиканцев. Это русскоязычная община, ортодоксальная еврейская община и китайская община. Таким образом, эти три общины выразили свой протест против политики мэра города Билла де Блазио. Рост преступности, кризис с бездомными, ухудшение уборки улиц, отмена программ для отдаенных и талантливых детей и другие проблемы. Новый мэр-элект, демократ Эрик Адамс обещает существенно исправить политику нынешнего мэра и извлечь уроки из-за результатов прошедших выборов. Растет недовольство нью-йоркских водителей стремительно растущими ценами на бензин. По всей стране сейчас в среднем стоимость бензина 3 доллара 41 цент за галлон. В штате Нью-Йорк 3 доллара 56 центов за галлон. А в городе Нью-Йорке в среднем 4 доллара 33 цента за галлон. Выше этих цен только цены на галлон бензина в городе Сан-Франциско, в Калифорнии. В минувшее воскресенье лидер Сената США демократ Чарльз Шумер призвал администрацию президента Джозефа Байдена использовать нефть из федерального резерва для снижения цен на бензин, а также принять ряд других экстренных мер, например, временно запретить экспорт американской нефти за границу. Тем временем консервативные политики республиканцы обвиняют администрацию Джозефа Байдена в закрытии нефтепровода Кистоун Пайплайн из Канады в США и введение ограничений на добычу нефти в ряде регионов как главную причину взлета цен на бензин, помимо, разумеется, объективных факторов. Цены на индюшки в канун Дня Благодарения в среднем выросли в городе Нью-Йорке на 22%. Причин здесь несколько, в том числе проблемы с доставками вообще любых товаров, проблемами в портах, нехватка там грузчиков и портовых работников, рост цен на бензин, инфляция и другие факторы. При этом спрос на замороженные индюшки в магазинах в ноябре 2021 года на порядок вырос. Он выше, чем в прошлом году, особенно на индюшки небольшого размера. Некоторые горожане закупают индюшки в магазинах на севере штата, на Лунг-Айленде, а также ездят в штат Нью-Джерси. Они говорят, что это все равно дешевле, особенно если покупать несколько индюшек. Рост числа пассажиров наблюдается в Нью-Йоркском метрополитене. Транспортное управление штата Нью-Йорк объявило, что пассажиропоток в Нью-Йоркском метрополитене активно растет. Сейчас примерно 3,5 миллиона в день, а было совсем недавно 2 миллиона в день. Но в 2019 году до начала коронавирусной эпидемии было 5,5 миллионов пассажиров в день в Нью-Йоркском метро. И все же тенденция наблюдается к росту числа пассажиров в Нью-Йоркской подземке. И причин здесь несколько. Резкое уменьшение преступности в метрополитене, увеличение числа полицейских на платформах и на всех станциях метро, оживление экономики города после эпидемии, увеличение числа туристов, возвращение в офисы муниципальных служащих, растущая дороговизна бензина, которая вынуждает водителей переходить на общественный транспорт, дешевая стоимость проезда в метро 2 доллара 75 центов за поездку, а если покупаются проездные метрокарты, еще дешевле. И стала лучше работа метрополитена. В частности, поезда гораздо чаще ходят по расписанию и намного лучше, чем, например, автобус. Ну и, конечно, в метрополитене нет никаких автопробок. Так что пассажиропоток растет по очень многим причинам. С вами был Арий Каган и будьте, пожалуйста, здоровы! Арий Каган